На этом турнире Липецкие и Елецкие самбисты одни из главных претендентов на медали традиции самбо в Липецкой области давние и богатые, ведущие свое начало с середины прошлого века. Изложил их Ким Васильевич Марков, тренер, воспитавший не одно поколение чемпионов. Около 10 тысяч за все это время через меня мальчишки прошли. Кстати и девчонки тоже. Более 60 мастеров спорта. Среди них 3 человека, мастера спорта международного класса. Турнир на призы Кима Маркова проводится только второй год. Его можно рассматривать как возрождение былого статуса борьбы самбо. Видо спорта, который в России по праву считают национальным, но в какой-то момент оказавшийся на обочине спортивной жизни области. В городе Липецке именно борцы начали переквалифицироваться, уходить в дзюдо. И самбо более потерял свое значение. А больше стало развиваться и бортилицы. Я думаю, вот этот перерыв и связан немножко с этим переквалификацией спортсменов в наш другой вид спорта дзюдо. Вот и сегодня многие борцы успевают попробовать себя в обоих видах борьбы. Например, Дмитрий Шипулин считает своей основной квалификацией именно дзюдо. Но это не мешает ему регулярно участвовать в соревнованиях по самбо. В прошлом году на данном турнире остановился в шаге от золота на серо, а с намерен доказать, что является лучшим. В этом году, ну как получится. В том году проиграл как раз чемпиону моей высокой категории. Вот он сегодня выступает. Я думаю, сегодня тоже встретимся. Посмотрим. Посмотреть было на что специалисты отмечают. В этот раз соревнования отличаются высокой зрелищностью. Во многом этому способствует высокий уровень мастерства участников. Состав участников усиливается с каждым разом, увеличивается и количество их, и регионов становится больше. Поэтому может быть в следующем году, если организаторы постараются, этот турнир будет не просто всероссийским, а еще и мастерским. То есть спортсмен, занявший первое место при выполнении определенных нормативов, там весит 12 человек и так далее, получит право на присвоение звания мастер спорта России. Повысить турнир в статусе, сделать его мастерским организаторы планируют, если не в следующем, то в 2016 году точно. В этот раз спортсмены оспорят медали в восьми весовых категориях.